роман день добрый хотелось поговорить с тобой о том что рынок наш российский в рост развернулся или еще не развернулся пока говорить об этом рано мы как раз сегодня добили до сопротивления основного на сегодня это отметки 2267 и 2273 в принципе от верхней границы диапазона мы отбились и вполне возможно что на этом рост закончился мы сейчас опять поедем к нижней границе пыковика по некоторым бумагам возможно даже и обновим свои лаи но если сопротивления падут если мы сможем закрепиться выше этого уровня тогда продолжим рост и уже двинем там в район 2380 может даже 2670 2630 там где находятся самые такие основные сопротивления но пока честно говоря у меня нет никаких оснований считать что мы сейчас пробьем сопротивление и пойдем дальше наверх от ригеров к росту я честно говоря особых не вижу падению вижу на самом деле но другой стороны если нефть развернется и поедет наверх продолжит рост а задатки определенные к этому есть возможно мы все-таки и поедем наверх вот мне пока кажется что мы отскок выполнили и сейчас поедем к нижней границе пыковика закрыл ланги которые набирал открыл хеджевые шарты для позиции которые продавать не буду в общем-то готов к снижению вай-вай-вай а почему что такой пессимистичный почему-то готов к снижению я не пессимистичный я техничный отбились от сопротивления я закрыл ланги пробьем сопротивление закрепимся выше снова их переоткрою проблем нет но мы сейчас находимся в рисковой точке где вероятность возобновления снижения выше гораздо чем вероятность продолжения роста я просто на это реагирую а так в общем-то я лишен особых фантазий по поводу того что будет с родиной и с нами понятно а скажи пожалуйста ты в курсе что насчет автоконвертации расписок и что за завтрашнего дня они поступят акции распакованы счета клиентов слышу я таком сначала всех 15 числом пугались сейчас двадцать пятым всех пугают ну посмотрим что будет я на самом деле думаю что ничего такого особо серьезного не будет возможно будет какая-то волна для тех кто ну не знаю что стал сидеть и хочется продаться за дешево на каких-то очень дешевых уровнях я не вижу смысла особо сейчас бумаги продавать поступившие на счета люди сперва возьмут паузу и посмотрит будет ли рынок продолжать расти то есть не будет тогда возможно часть людей сольется мне кажется те кто хотел продаться они уже там всякими разными способами все продали так что в принципе если ожидается волна слива то это прямо у совсем уж либо опоздавших либо отмороженных я не знаю а потом кстати говоря можем и расти уже начать роман пока не забыл вот мы говорили что тебя появился телеграм недавно и говорили о том что у тебя начинается семинар такой масштабный да совершенно верно в конце сентября у меня будет ежегодный семинар тире мастер-класс где как обычно будет делиться всеми своими знаниями наработками и всеми новшествами которые произошли на нашем рынке за последние несколько лет они и произошли вот все это будет идти два дня и формация там процентов на 70 уникальная исключительно мои наработки это не книжки ничего поэтому в принципе рекомендую посетить учитывая еще то что это во первых делать нечего особо у нас а во вторых на рынке скоро предстоят большие интересные движения и лучше встречать их во все оружие отлично ссылочка в описании а скажи пожалуйста что то ты так интригуешь что это за движение будут интересные большие к тому я думаю что рынок уже готов к развороту наверх и обновлению своих исторических максимумов просто либо мы уже развернулись и едем наверх либо и мне кажется что все таки второе более правильно это еще одна волна вниз обновим лаи которые были недавно по индексуям мвб вот ну может там на 1830 сходим но даже честно говоря не не сильно верится в это вот и поедем уже все потихонечку наверх ну а сейчас еще не рано брать паковать сумку с которой ехать наверх с акциями нет пока у нас на рынке боковик и валютах и везде надо играть боковик вот мы подошли к верхней границе боковика закрыл ланги открыл шарты пошли к нижней границе боковика закрыл шарты открыл ланги пробили верхнюю границу боковика закрепились выше снова набрал ланги и жди других сопротивлений сейчас самая правильная игра это игра от уровней если вы будете покупать свои надежды относительно каких-то бумаг то вы можете в общем-то очень печально наблюдать как все остальное растет а вашей надежды нет это заставит вас продать эту бумагу купить то что растет она начнет падать короче сейчас рынок полон опасных психологических сюрпризов которые может не сдюжить скажем так не оформившись и не окрепший мозг человека который только что пришел на рынок поэтому лучше все-таки понимать что ты делаешь понимать что ты делаешь можно поняв изучить технический анализ а давай изучим технический анализ например а на примере акции фосагра на примере акции фосагра да без проблем давайте посмотрим акции фосагра я в телеграме был вход как раз технический папа фосагра 15 апреля я сказал что куплю эту бумагу где-то 6 600 ну собственно я купил поддержка она до сих пор никуда сильно не ушла находится на отметке 6 760 и вот 6 760 6 720 это кластерная зона поддержек если мы ее пробьем и закрепимся ниже тогда бумагу надо продавать поскольку ловить и следующий раз придется либо там в районе 4500 либо даже в районе 300 но пока бумажка движется куда надо она растет потихонечку пока в боковичке верхняя граница боковичка 8 630 если мы этот боковичок пробьем и сверху отретестим то поедем на свою цель которая сейчас находится на отметке ну где-то приблизительно 11 750 вот такой вот технический расклад можете запомнить потом увидим ты знаешь как я устраивался в свой банк второй на основании технического анализа прихожу банк а мне картинку дают такую это что ты можешь сказать на по этому графику ну а на бумажке дали картинку а там тогда еще такое так понимаешь людей не хватало и буквально вот сразу вот есть аттестат вот давай прямо сейчас можно прямо сейчас садись прямо начинай работать прямо сейчас сейчас немедленно и вот 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 тут вижу волна вот тут тренд об на бумажке прямо начертил им эту бумажку и меня приняли дали дали слишком маленький ну не очень большой оклад потому что там был другой аналитик который знал волны и люто и ему платили значительно больше а я волны и люто не знал вот и мне платили я был менее ценным сотрудником считать на меньше зато спал наверное у них по поводу акции сбербанка хотел с тобой поговорить давай поговорить что что там может быть ну начнем с того что индекс банковского сектора он пробил очень сильное свое сопротивление от тестил его и вроде как может продолжать рост не слабый вот поэтому банковский сектор вполне возможно развернулся либо либо там может быть еще сходит одну малюсенькую волну вниз но скорее всего нет очень похоже на то что он развернулся что касается сбера то он не добил до поддержки на 122 там где-то 30 копеек зараза но будем считать что добил на текущий момент поддержки бумаги находится уже на отметке 123 и 1 и 121 и 7 если уровень будет пробит лучше сбербанк закрывать и ловить его там где-то уже в районе 113 или даже 109 вот пробил он сопротивление достаточно сильное на текущий момент это 128 и 2 сейчас я жду его теста сверху если принципе отобьемся от уровня то это у нас первый сигнал на разворот но не последний последний будет если мы пройдем сопротивление который пока не можем пробить хотя уже два раза бились это отметка 132 и 8 пробьем 132 и 8 закрепимся выше тогда можно будет сказать что сбер не то чтобы развернулся но по крайней мере там в район 148 150 мы как минимум сходим ну а там уже посмотрим что будет дальше газпром мне снится там сопротивление 190 192 либо оно есть по тренде есть там сопротивление 189 190 оно находится на текущий момент сопротивление такое достаточно неплохое но основное сопротивление находится на отметке 200 200 рублей вот если мы 200 рублей проходим это сигнал на то что газпром развернулся но первый сигнал на разворот в газпроме пройдет если мы пробьем до 188 и 190 вот этот диапазон сможем пройти в принципе шанс уже процентов 70 на то что развернулись пройдем 200 процентов уже 95 вот а так пока отбиваемся от сопротивлений на текущий момент локальное сопротивление 233 период на скользящий средний на часовике который мы отбились еще чуть пониже есть 184 7 сопротивление так что газпром наверное сходит к поддержкам там где-то в районе 180 178 потому что еще одну попытку предпримет либо что скорее всего все-таки мы обновим свой лой сходим в район 170 167 и там уже можно будет его подбирать с прицелом на разворот понятно аэрофлот и отслеживаешь акции нет я давно говорю что полное говно эта компания будет только дешеветь и собственно говоря так и происходит это как втб собственно втб аэрофлот это две акции покупать которые не надо они могут отскочить вот иногда даже сильно но эти акции которые каждый раз переписывают свои минимумы минимум и максимум в этих компаниях повышаются поэтому покупать аэрофлот может только ну либо сумасшедший либо человек который управляет компанией аэрофлот наверное только вот хотя не факт что одно другому как сильно мешает вот эта компания который постоянно берет кредиты которые постоянно спасают делать допомиссии зачем это нужно зачем себя так мучить лучше сбербанк купить а может мне нравится стюардессы в юбочках мини ну тогда ищи акции из сэван они там гораздо лучше хорошо так а скажи пожалуйста по норильскому никелю можно сказать что никелек нашел уже дно да есть такой вариант хотя мне вещи везде меречится последняя волна вниз давайте сейчас гмк откроем чтобы не быть голословным так ну я принципе давал две поддержки помню даже тебя сейчас они находятся на отметке 14 820 первая поддержка сильная и вторая от которой мы отбили сейчас на 14 430 пока эти уровни не пробиты есть очень неплохой шанс что мы развернулись но для этого чтобы показать первый хотя бы сигнал разворотный надо пробить сопротивление на 15 860 если мы пробьем это первый тревожный сигнал для медведей а второе если мы пробьем основное сопротивление на 17 730 вот если пройдем значит гнк развернулся и будет расти к новым историческим максимумом ура что-то после последнее время как не открываешь газету все аналитики хвалят новотек ну просто поэтому и не растет скорее всего не новотек это очень неплохая компания которая может очень нормально начать зарабатывать и в условиях дефицита в общем-то газа от газпрома спг может ставится все более рентабельно и все более интересным просто проблема в том получит ли они оборудование необходимое для завершения своих сахаринских проектов и или нет я думаю что конечно получит и даже если не получит все равно компании стоят на мой взгляд денег неплохих поэтому к тому же это не газпром вот что очень часто бывает и лучше даже чем чем газпром поэтому в общем-то смысла в этом есть меня основанного тэк есть в ланге правда небольшое количество потому что потому что не время сейчас еще новотеке но вот развернулся он или нет я не знаю давайте посмотрим чтобы не быть голословным поглядим график я что-то купил забыл и не смотрю но по моему там все было неплохо да но вот эти все неплохо там переверта голова плечи начала реализовываться поддержка основная на 971 мы ее пробили протестировали сверху пробили еще сопротивление сейчас можем потестить теперь это поддержка 1090 вот но пока только от локальных сопротивлений каких-то отбиваемся я думаю что вполне возможно мы там развернулись и поедем куда-нибудь в район тысячи тысяч пятьсот восемьдесят там сейчас находится очень важное сопротивление которое нам подтвердят окончательно развернуться или не развернуться вот если пробьем поддержку на 971 наверное новотеку лучше все-таки закрыть поскольку может сходить все-таки еще раз вниз не могу тебя не спросить про самые модные айти акции на этой неделе начнем наверное с яндекса с яндекса но я на самом деле не очень часто покупаю айти сектор я догадываюсь что это конечно наверное здорово вот так далее но в условиях всяких там кризисов войн и так далее мне все-таки милее компании у которых в общем-то большие основные средства и большая ликвидационная стоимость ликвидационная стоимость компании яндекса мне неизвестна и скорее всего она будет очень очень небольшая вот и хотя шансы на это конечно не велики но сейчас когда все стоит дешево я считаю что инвестор должен грамотно и очень осмотрительно выбирать чем себе затаривает на всю оставшуюся жизнь яндекс честно говоря в мой виш-лист не входит совершенно поскольку я езжу на яндекс такси иногда заказываю яндекс еду пытаюсь пользоваться яндекс музыкой и все это мне категорически не нравится вот может субъективный взгляд но с другой стороны а вдруг у остальных пользователей такой же вот поэтому на яндекс я особо не смотрю хотя компания пробила тоже и оттестила свои сопротивления в принципе показав разворотный сигнал и думаю рост свой продолжит ближайшая сопротивление такая легенькая на две двести двадцать один а вот основные на две триста двадцать восемь и две шестьсот пятьдесят шесть вот пробьем эти два сопротивления тогда стопудово развернулись и поедем обновлять исторический максимум вот а если отобьемся лучше позицию закрыть и туда не лезть доллар рубль рубль доллар а тут ничего не меняется вот добили до своих поддержек их у нас две сейчас самых таких модных основных это пятьдесят девять ровно и вот та поддержка куда мы отбились она сейчас съехала на пятьдесят семь и шесть вот поддержки мы удержали отскочили поэтому я думаю что бакс должен продолжить свой рост пока что жду его либо на сильном сопротивлении шестьдесят восемь и три либо на еще более сильном сопротивлении шестьдесят девять и девять либо вообще на супер-купер сильном сопротивлении на 74 потом пойдем вниз обновим лаи годовые сходим на 43 либо может даже до 35 заветных добьем а потом начнем долго и нудно болтаться в большом боковике пока взгляд такой а да ну основная поддержка 55 65 если мы ее пробьем тогда значит уже едем обновлять свои лаи но это маловероятно да друзья больше графиков на моем телеграм-канале ссылочка в описании так что как только подпишешься на канал андреева сразу на мой чтобы счастье вам было на два канала лучше чем один правильно конечно юань тоже всех интересует сейчас юань юань поддержка на 8.676 мы продвигаем но последние разы отбиваемся пока мы выше этой поддержки юань надо покупать если мы ее пробьем и оттестим уровень снизу тогда лучше его продавать и ждать до более до 837 а находится поддержка более интересная скорее всего мы либо уже в рост пошли либо все таки добьем до 837 и тоже пойдем в рост обращайте внимание обязательно на движение юань доллар вот сейчас юань пока падает баксу и будет скорее всего какое-то время продолжать это делать ну и соответственно и здесь курс будет так себе болтаться как в общем-то что-то в проруби но недолго осталось падать юаню к баксу и скоро в общем-то рост должен продолжиться в этой валюте нефть вот я даже не знаю роман радоваться или не радовать с одной стороны пробили понижающийся локальный тренд а с другой стороны читаю сообщение рейтер что россия собирается давать дисконт азиатским странам до 30 процентов ну что делать и в общем-то разницы в этой особо нет если нефть за это время вырастет на 40 процентов вот так на так и и выйдет по мне нефть у добралась до второго сильного сопротивления эта отметка 101 и 1 на текущий момент уровень пока что пилится но скорее всего мы не пройдем и снова поедем вниз куда-нибудь в район 86 пока вот такой взгляд по крайней мере пока вот открыл я от этого уровня шарты закрыл лонги но посмотрю если мы сможем закрепиться выше 101 и 1 уровня наверное имеет смысл вставать в лонг поскольку мы видимо немножко не добили до моих целей внизу и погнали наверх сперва в район 120 точнее 115 потом если пройдем в район 125 ну а там уже и до 150 может добить такой пока план это золото стало болеть снижаться что ты думаешь золото оно движется в принципе вместе с евро при при прочих равных когда доллар растет соответственно снижаются цены номинированные в долларах на сырье когда сырье падает соответственно цены растут сейчас падает евро растет доллар к евро и вообще корзине валют соответственно падают ценники на практически все сырье ну там нефть возможно своей жизнью живет все остальное в принципе ходит достаточно четко по золоту у нас картинка следующая да протестировали мы сейчас сверху поддержку она у нас на 1754 6 располагается вчера мы его пробивали сперва вниз потом вверх опять пробили запил бы вот но сейчас вроде как отбиваемся вполне возможно чтобы поддержку удержали и снова пойдет у нас рост поэтому есть смысл допустим купить поставить стоп под минимум вчерашнего дня но и подождать хотя бы там 1864 там сопротивление сильное располагается вот если лаи дня мы пробьем то тормознуть нас может уровень либо 1734 либо уровень от которого мы в прошлый раз отбились это 1690 вот либо мы все-таки добьем до моих хотелок они сейчас на отметке 1664 вот вот либо мы уже двинули в рост дальше либо мы еще сделаем одну волну вниз как раз этим уровнем которых я говорил и потом уже пойдем тоже обновлять свои исторические максимумы поскольку инфляция никуда не делась с ее на штатах америки вот она будет только нарастать и соответственно будут вместе с этим расти и ценам на сырье но и и на золото собственно говоря в особенности роман большое спасибо за интересное интервью они все равно не звонишь не звонишь